Рамзия Валиева Правая сторона у него парализована, невозможно на ледянку сесть Фотографии Рамзии Валиевой вместе с пациенткой в ковше трактора попали уже во все информационные ленты страны Где это видно, чтобы в 21 веке больных перевозили таким экстремальным способом Медики, порыв своей коллеги из татарстанской глубинки, назвали профессиональным подвигом Ведь на кону стояла жизнь пациента Конечно, боялась, вдруг повторный сахар поднимается, кома пойдет Ведь это же страшно, смерть Петинда В таком состоянии мы просто не могли уже не госпитализировать пациентку По рыхлому снегу и сейчас трудно идти А в тот вечер мела метель Дорогу к дому больной так занесло снегом, что оказалось слишком узкой для проезда комфортабельной иномарки В штате Апастовской бригады скорой помощи, конечно, есть УАЗ-бнедорожник Но в тот момент, когда фельдшер Валиева спасала жизнь своей односельчанки Ее коллеги в Буинск на УАЗике везли другого пациента с инсультом У нас же основные дороги, вот сами видели, да, везде асфальтированы Для, чтобы быстро доехать, потому что иномарки слов нет хорошо А в деревнях, вот, чтобы дежурили, ну, желательно, что отечественную скорой помощи нужны Здравствуйте, мы опять приехали Как дела? К счастью, все обошлось Спустя полторы недели лечения в Апастовской ЦРБ Галина Молостова вернулась домой В свои заключения пенсионерка вспоминает со слезами на глазах В прошлом году тоже на лошади возили Нет, дороги нет у нас С инсультом в прошлом году Как хочешь, так обслуживайся В основном биобаши живут пенсионеры В прошлом году единственный лошадь в селе продали А если кто из стариков заболеет Успеют ли по таким заснеженным дорогам врачи приехать вовремя Или вновь придется надеяться на смекалистую фельдшера Валиеву У меня переданное сельское поселение, техника нету У меня штат нету, у меня нету солярки Я нанимаю, уговариваю от частного трактора Когда физиат Минулин узнал о звонке в скорую То на своей машине решил лично отвезти Галину Михайловну в больницу Но застрял в сугробе так, что самого пришлось вытаскивать тем же трактором Порыв поселкового главы в прокуратуре Апастовского района рассматривали через призму закона По результатам проверки прокуратура потребовала наказать главу Шамбулыхчинского сельского совета За несвоевременную уборку снега Физиат Минулин теперь выплатит штраф государству 20 тысяч рублей Это ровно та сумма, что выделяется сельсовету на благоустройство четырех сел То есть по 5 тысяч рублей на каждое село Отдельной строки средств на уборку снега в бюджете почему-то нет Вот и приходится поселковому главе каждый раз идти на поклон к местным фермерам Хотя в администрации Апастовского района заверяют Что в средний биобаш неоднократно приезжала техника очистить снег Район обеспечен техникой для уборки снега, утверждает замглавы Но произошедшее ЧП доказывает обратное Чтобы избежать повторения истории 18 февраля Глава поселения Физиат Минулин решил заключить договор на уборку снега с местными фермерами А все счета направлять в район Пусть, мол, сами решают, откуда брать деньги Конечно, на снегоуборщик могли бы и сами односельчане скинуться Но местная глава считает, что самообложением тут не поможешь Вы почитайте, 40 тысяч если я соберу, условно, 40 тысяч, но есть дачники Вот эти 40 тысяч умножаем на 5, это 200 тысяч А у меня 210 дней зима Если нормальная зима будет, мне 30 дней чистить надо Может быть 40, может 60 дней, какая погода будет А это, как я вам говорил, 1200 стоит частный амкадур Вот это 1000 дней, посчитайте, это деньги не хватит Тем временем героический поступок Рамзии Валиевой уже оценил руководство Опастовское ЦРБ Сельскому фельдшеру будет выплачена премия в размере оклада 12 тысяч рублей Благодарственным письмом и ценным подарком Глава района отметил местного фермера Рашида Забарова Того самого, что на своем тракторе довез больную пенсионерку до кареты скорой помощи Вот только застать его дома не удалось Узнав об интересе к своей персоне, он закрыл свою технику в гараж А сам уехал в Казань, пока не утихнет шумиха Елена Горбунчикова, Андрей Мохов, 7 дней